Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В Баку запланированы переговоры Лукашенко с президентом Азербайджана Ирхамом Алиевым Тет-Атет и в расширенном составе с участием членов делегаций. Стороны рассмотрят актуальный вопрос отношений, в том числе сотрудничества на международных площадках и в интеграционных объединениях. Акцент предполагается сделать на расширении торгово-экономических связей в различных отраслях и развитии взаимодействия в промышленности и в сельском хозяйстве. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов. «По многом позиции Беларусь и Азербайджана близки по отношению и к Закавказью, и к региональным проблемам в Восточной Европе, и на Ближнем Востоке. В этом смысле вот это согласование позиций, сверка часов, она, конечно, важна, потому что Беларусь и Азербайджан на международной арене могут выступать совместно, имея в виду то, что они будут продвигать, конечно, прежде всего, свои национальные интересы, но вот это согласование, понимание друг друга, оно необходимо». Азербайджан и Беларусь имеют долгую историю сотрудничества и взаимовыгодных отношений, которые простираются через политические, экономические и культурные сферы. Политические связи между двумя странами характеризуются регулярными встречами на высоком уровне, что подчеркивает их цель укрепить двусторонние отношения. Сотрудничество в политической сфере включает в себя обмен опытом в управлении и законодательстве. «Наш стратегический интерес – это построить такую систему безопасности отношений в Евразии, где внешние силы не играли бы значимой роли. Ну, под внешними силами я, прежде всего, понимаю Запад, который пытается активно вмешиваться в региональные отношения, и это в большинстве случаев не несет евразийским странам ничего, кроме проблем. Поэтому позиция таких стран вроде бы средних по размеру, как Азербайджан и Беларусь, важна, потому что они в какой-то момент могут склонить чашу весов в пользу именно евразийского вектора, а не западного и евроатлантического». Отношения между Баку и Минском демонстрируют пример успешного и взаимовыгодного сотрудничества на постсоветском пространстве, основанного на общих интересах и уважении суверенитета каждой из стран.